Самое значимое достижение студентов Брестского государственного университета имени Пушкина отмечается на галоконцерте фестиваля. В этом году он прошел под открытым небом на главной пешеходной улице города Надбугом. Инициатива проходила под эгидой Года исторической памяти, и в ней приняли участие порядка 200 студентов. Уже с января молодые люди придумывали и репетировали творческие номера. Присоединился к закрытию фестиваля «Студенческая весна-2022» и оркестр 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады. Сегодня мы собрались на оставший уже традиционный праздник студенческой молодежи. Этот праздник проходит по девизам «Наш ориентир – весна, студенчество, успех». И, в общем-то, является итогом фестиваля «Студенческая весна», который проходит, конечно же, каждый год в нашем университете. Символично то, что этот праздник проходит в год исторической памяти, в преддверии Великой Победы. И, конечно же, мы чтим память погибших, которые дали нам возможность жить под мирным небом и жить в такой замечательной стране. Студенчество имеет все возможности получить качественное образование и развитие своих творческих возможностей. Среди участников фестиваля наиболее активные студенты – активисты педагогических отрядов. Например, команда «Новое поколение» принимает активное участие в воспитании молодежи каждый год. Среди ребят, состоящих в коллективе – те, кто берет на себя организацию турпоходов, а также вожатые лучших детских лагерей. Когда я пришла в университет учиться, я поняла, что это огромная семья. Но и в ней я нашла частичку тепла, то есть наш отряд. Я люблю детей, и для нас представилась прекрасная возможность поработать в лагере летом, в оздоровительном «Орленок» в Жайбинке. Вот там набрались опыта, и сейчас у нас огромные планы. Мы дальше хотим развиваться, учиться и работать. В этом году студенческая весна получилась насыщенной и масштабной. Ковидные ограничения практически все сняты, а это значит, что гостей фестиваля было в разы больше, чем в прошлом году. Конкурс «Студенческая весна» не собирается останавливаться на достигнутом, тем более, когда среди учащихся такие талантливые студенты. Я хочу только пожелать успехов. Анна Николаевна сказала уже, сделала акцент на сессии, но я уже сразу на перспективу. Оставайтесь в родном городе. Те, кто приехали в город Брест, оставайтесь в городе Бресте, потому что я вижу хороший лозунг – лучше Бреста нету места. То есть это надо запоминать. А еще есть такие хорошие слова – в Бресте все на месте. Поэтому помните про город Брест и трудитесь на благо социально-экономического развития и города, и нашего государства.